Спасти многоквартирный дом от затопления и благоустроить парк «Березовая роща». С такими просьбами жители Дзержинского района обратились к мэру. Сегодня Анатолий Локоть провел личный прием новосибирцев. Реально ли выполнить пожелания горожан и какие еще проблемы волнуют людей? Об этом Михаил Якимов. Уже терпеть не в моготу. То есть, ну, вы поймите, дом рушится. Постоянно подвал затоплен, дом проседает. Игорь Коробейко вместе с другими жителями дома по улице Королева уже несколько лет терпит регулярные потопы, из-за которых разрушается отмостка вокруг здания. И даже трескаются швы в стенах. Летом дождь прошел. Здесь огромная лужа. Значит, вода идет под дом. Вместо того, чтобы мимо дома идти, она идет под дом. Потому что здесь сделан уклон неправильно. Самодельная ливневка не спасает. Проблема возникла после того, как сделали дорогу, которая заметно выше фундамента дома. Чтобы быстрее решить проблему, жители записались на прием к мэру. Анатолий Логоть с ситуацией хорошо знаком. Мэр поручил устранить проблему. Решение техническое, оно достаточно простое. Там чуть больше миллиона рублей, но позволит решить вопрос с затоплением. Всю воду, которая скапливается, и которая шла раньше в подвал, направить ее просто... Ну, сделать такую ливневую, локальную ливневую канализацию. Жители Дзержинского района пришли на прием к мэру не только с личными проблемами, но и с предложениями по благоустройству. Парк «Березовая роща» – визитная карточка района. Но вот лицо самого парка, по мнению старожилов, находится не в лучшем состоянии. Много там хорошего сделано. И аллеи есть, и много там различных аттракционов. И есть там, и зоопарк там есть. Но вот лицо парка – это, я считаю, все-таки сцена, которая сильно устарела. Проект новой сцены разработали несколько лет назад, но денег на его воплощение в бюджете района нет. Нужна помощь городской администрации. Тем более, что в следующем году Дзержинскому району исполняется 85 лет. Новая сцена станет отличным подарком к юбилею района. Вот это появилась в парке «Березовая роща» около 40 лет назад. На ней регулярно выступают различные творческие коллективы и проходят всевозможные мероприятия в выходные и праздничные дни. Но с нагрузкой она едва-едва справляется. Да и переодеться артистам здесь негде. В проекте новой сцены не только эстрада, но и теплые раздевалки для артистов. Возможно, план воплотят в жизнь в несколько этапов, но основные работы закончат к следующей осени, когда Дзержинский район будет отмечать юбилей. Михаил Якимов, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.